Девочка-пай 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 D'aventure Dевочка-пай Девочка-пай Dевочка-пай 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 Dевочка-pain 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 D'esprit-pain D'esprit-pain D'esprit-bain D'esprit-pain D'esprit-me en tous les premiers Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что Рафиль, я не знаю, что Рафиль. Но я не буду работать для него. Рут ему очень доволен, но я думаю, что его доволен к нему. Она не может быть так, что все равно. Может быть, она может быть еще и другие проекты. Майор Пелгрев, вы можете помочь. А, извините. Как вы мне советует, леверта или леверта? Ты пришел, Грэг? Что ты купил? В общем, нет. Эдуард! Эдуард! Посмотрите, что я купил. И еще, это ваш любимый цвет. Ты не думаешь, что он красивый? Я люблю это. Украшение! Я наконец-то решила! Это круто, эта экспедиция, не? Я думаю, что кендалл очень хорошо пришли сюда. Я люблю это. Она не особо, не ты, не? Все же, когда она не так грустная. Ого... А, я не думаю, что это шарман тепло? Но он там, мой шарман тепло. Вы вывозите Грэг, не? Я могу не помнить, что я просто предъем. Я думаю, что я просто вернулась. И я не ошибаюсь, что я вернулась. Не вас не, мисс Марпл. Она генина срочная. И как я возьму это? Не бойтесь внимания, он должен быть неудобным. Что это такое? Ты говоришь? Я вижу, что Дайзон пришли за их обычный номер. Я считаю, что все это застало. Я пришел из-за страдания. Нет, я не верю, вы не знаете ничего. Я знаю их, и я могу сказать, что их проблемы не дадут от昨天. Спасибо за меня. Я думала, что вы были с мужем. Я не могу сказать, что мне казалось не так отвлекать. Что я был без мужа? Да, я не знаю. Это все очень удивлено. Это время для нас. Кэндалс организовала небольшая дансанса, не забывайте свои дансансы. КОНЕЦ 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 ПОДПИШИСЬ 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 Qu'ils sont prévenants, ces Kengan ? Oui, j'ajouterais même qu'ils ont l'œillette. И вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Он умер! Мсель Молли? Мсель Молли? Мсель Молли, мадам, мадам! Вскоре! Кто-то? Вони! КОНЕЦ Молли ПАВЛЕНИЕ Je pense que la mort remonte à plusieurs heures. Il va falloir faire enlever le corps. Quelqu'un est allé prévenir-t-il? М. Дyson s'en charge. Pour le moment, c'est surtout Moli qui m'inquiète. Bien. Nous allons voir ça. Je me sens très bien ! En fait, je ne m'y attendais pas. C'est tout ! Le Major n'était plus tout jeune, vous savez. Il a probablement eu une attaque où son cœur a lâché. Les pilules qu'il prenait indiquent d'ailleurs qu'il souffrait d'un grave problème d'hypertension. Дайзон поднялся. Молли, ты чувствуешь? Я не знаю, что произошло. Я не знаю, что произошло. Поварищ майор! Я лечу, и почти вскрылась. Это Виктория. Я вышла из моего багажа, когда я слышала. Да, что он болеет. Хорошо, я хочу... Ты украл. Виктория. Виктория, я думаю, что вы будете делать. Спасибо. Виктория, я хочу поделиться. Виктория, вы хотите помочь Мисс Марпл? Виктория. Виктория, я думаю, что мы все украли. Это был очень шоу. Я не могу не помнить его. Что вы у вас в чём? Я не знаю, что я не могу. Я не знаю, что я слышал, что я не могу. Я не знаю, что я не могу. Это мне нужно судить, я, доктор. Ведите, и осторожайте. Спасибо. Вот. Посмотрим. Когда я опускаю. Вы выросли, что вы, на этот уровень. Это не было рвется, пока. Я не знал, что этот мертвый мне не было. Я не знал, что три дня, но он был очень красивый. Он был очень приятно. Я очень удивлялась, когда он сказал, что он умерет. Я думаю, что он был модерем, а он не говорил. Он был сиренит, и не сомнительный момент, и я не знаю, что много людей были информированы о своей болезни. Кто-то меня встал в том, что не так, что вчера. А, да? Я не думал, что я не думал. Он не сказал ничего. Как будто бы не было. Вы меня ждали, и если не так, вы меня зовут. О, доктор... Нет, 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 я думаю, что этот момент будет выбирать. У вас есть проблемы? Ну, я бы хотела только получить фотографию моего мужа, который, я думаю, у него встал. Один фотография? Да. Видите, моего мужа из-за пневмонии. Третья история. И я вам покажу, что я вам покажу, что это единственный фотографий мне остался. Я уверен, что он мог бы мне сделать это, и он мог бы сделать это. Ну, я собираюсь найти его. Я хочу, чтобы я вернусь туда, чтобы формулироваться. И теперь вы будете выжать его, вот так. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Oui, sans doute Oui, sûrement D'accord Oui, c'est vrai, quoi ! J'ai quand même bien le droit d'avoir une petite discussion avec une dame autrement plus palpitante que vous ! Elle, elle a du caractère ! Elle ne passe pas ses journées à perorer, à torrer à travers comme quelqu'un que je n'aimerais pas ! Et elle est plus jolie que vous ! Ça, c'est drôle ! Vous avez vu ça ? Avec elle, au moins, on se marre ! Dommage que je n'ai pas davantage amusé le majeur. Il aurait peut-être été moins hyper tendu. Hyper tendu ? À mon oeil, il n'a jamais été hyper tendu de sa vie ! Mais si, monsieur Raphaël ! En tout cas, je sais que quelqu'un m'en a parlé ! À moi aussi ! Mais je serais bien incapable de vous dire qui, par exemple ! Je sais que moi, je vous en ai parlé ! La veille de sa mort, je crois ! Ah oui, c'est vrai ! J'avais complètement oublié ! Mais qui vous l'a dit à vous ? Attendez ! C'est dur ! Je ne sais même plus qui m'en a parlé ! Ah ! Mais si, je sais, c'est Édouard ! D'un jour, on était au bord de la piscine ! Non, tout ça, c'est des balivernes ! Je lui ai dit de ne pas boire une fois à cause de son hypertension ! Il en est presque tombé de sa chaise ! Il m'a même dit qu'au contraire, il n'avait pas assez de tension et qu'à son âge, c'était plutôt inhabituel ! Vraiment ? Voilà qui est bien déroutant ! Excusez-moi, il faut absolument que je poste ces cartes ! Ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'elle faisait dans la chambre du Major, si elle n'était pas à lui ! Tout ce que je sais, c'est que moi, je n'ai jamais vu de sérénite dans sa chambre avant le jour de sa mort ! Vous savez, je suis très certaine que le Major ne prenait pas du tout de pilules comme ça ! Dans ce cas, il n'est effectivement pas normal qu'on ait trouvé ces pilules dans sa chambre ! Tu ne crois pas qu'elle devrait en parler au Dr Graham ? Je crois plutôt que c'est à nous de l'en informer ! Si quelque négligence a été commise, c'est à nous de le signaler ! Merci, Victoria, vous avez bien fait de venir nous en parler ! Merci à vous, Monsieur ! Merci à vous, Madame ! Au fait, je voulais vous demander l'adresse de votre coiffeur ! Je crois que cette teinte de cheveux m'airait à merveille ! Je peux même vous prendre un rendez-vous si vous le désirez ! Si vous voulez bien ! Merci ! Je vous en prie ! Bonjour ! Bonjour ! Dr Graham ! Non, non, restez assis ! J'ai bien peur de m'être très mal conduite avec vous ! Je vous ai menti ! À propos de la photo de mon neveu ! En fait, elle n'existe pas ! Mais pourquoi m'avoir menti ? Parce que je savais que le Major avait la photo d'un meurtrier ! Il a offert de me la montrer la veille de sa mort ! Il avait la photo d'un assassin ? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit ! Il m'a parlé de l'assassin ! Mais je n'ai finalement jamais vu sa photo ! Et c'est le lendemain que le Major est mort ! Si je vous en parle, c'est que je pense que vous devez être pleinement informés ! Au cas où... Au cas où quoi ? Au cas où vous... Vous vous décideriez à prendre des mesures concernant cette affaire ! Des mesures ? Mais quel genre de mesures ? Je n'en ai aucune idée ! Mais je pense qu'en tant que médecin, vous en savez plus que moi sur le sujet ! Peut-être pourriez-vous demander une enquête ? Il me semble qu'un médecin est habilité à le faire ! Je dois dire que sur le moment, j'ai effectivement pensé que ce décès devrait peut-être faire l'objet d'une enquête ! Et que... Je pourrais peut-être procéder à un échange d'informations avec le médecin traitant du Major en Angleterre ! Et comme cela se fait entre confrères ! Et lui demander, notamment, s'il lui a effectivement prescrit du sérénite ! Merveilleux ! C'est véritablement une idée de génie ! Mais comment allez-vous vous y prendre ? Eh bien, pour commencer, je pense qu'il faudrait en parler à la police ! C'est ce qui s'appelle brûler les étapes ! Mais c'est en effet une idée ! Excellent ! Bon, eh bien, il faut que je me sors ! C'est ça, et bonne chance ! Ah ouais, docteur Graham ! C'est vraiment très gentil à vous d'avoir bien voulu me parler de tout ça ! Vraiment très gentil ! J'aimerais que vous soyez un peu plus explicite ! Qu'est-ce que c'est votre thèse ? Qu'on a mis un flacon de pilule empoisonné à la plage du sérénite, c'est ça ? Non, non, pas du tout ! Si quelqu'un voulait se débarrasser rapidement du Major, il avait plutôt intérêt, il me semble, à verser quelques poisons dans son rêve ! Et à poser un flacon de sérénite sur sa table de nuit après ? Exactement ! Mais le sérénite n'est délivré que sur ordonnance ! Et dans des flacons sur l'étiquette desquels, ici comme en Angleterre, doit être inscrit le nom du patient ! Certes, mais il est facile de couper la partie de l'étiquette où se trouve inscrit le nom du patient, il me semble ! Il suffit de se servir d'une lame de rasoir ! Et ensuite, de simplement faire courir le bruit selon lequel le Major souffrait d'hypertension ! Et qui aurait fait ça ? J'en ai encore aucune idée ! Mais n'aurait-il pas été beaucoup plus simple de se contenter de l'empoisonner ? Non, un empoisonnement aurait entraîné une enquête et vraisemblablement une autopsie ! Alors qu'ici, le médecin n'avait qu'à constater la mort et délivrer le permis d'inhumer ! Et c'est ce que j'ai fait ! Docteur Graham, je ne nie pas que vos intuitions puissent être justes ! L'ennui, c'est que vous n'avez aucune preuve ! En tout cas, rien qui justifie une enquête ! Car vos affirmations ne sont que le fruit de rumeurs et de spéculations ! D'accord, mais supposons que son médecin traitant ne lui ait jamais prescrit de sérénite ! Nous aurions un point de départ, effectivement ! Mais je me demande ce que l'enquête donnerait, par exemple ! Je veux dire, à ce jour, nous ne savons même pas si un crime a réellement été commis ! Pas mal ! C'est à moi ! Allez-y ! Vous devez beaucoup jouer au croquet à Sainte-Marie-meade ! Non, pas tellement ! Mais j'aime ça, j'adore ça même ! C'est une telle rôlerie ! Cela dit, pour ne rien vous cacher, c'est le seul moyen que je connaisse pour échapper à Monsieur Raffel ! Je suppose que vous travaillez pour lui depuis un moment ! Et que vous devez adorer votre métier ! Pas vraiment, non ! Mais je dois dire qu'il présente quelques avantages ! Comme de venir séjourner aux Caraïbes chaque année ! Et je suppose que vous devez retrouver les mêmes têtes à chaque fois ! Les mêmes, oui ! Les Ellingdon's, les Dyson... Et ce pauvre Major Palgrave ! Et il y a quelques années, la première femme de Greg venait régulièrement ! Sa première femme ? Je ne savais pas qu'il avait divorcé ! Oh non, il n'a pas divorcé ! Elle est morte ! C'était la cousine de Lucky ! Et Lucky a épousé Greg moins d'un mois après ! À vous de jouer ! Ma boule est passée du premier coup ! Vous avez vu ça ? L'arceau était juste en face de votre boule ! Vous n'avez aucun mérite ? Alors vous ne vous êtes jamais mariée ! Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je... j'ai dit ça moi, pardon ! C'est affré, j'ai dû penser tout haut ! Voyez-vous, je me disais qu'une jeune femme mariée ne pourrait très probablement pas voyager durant des mois ! Voilà ce qui était en train de me passer par la tête ! Oui, j'ai été mariée ! Il... Enfin, maintenant je suis veuve ! Et merde ! Bonsoir ! Bonsoir ! Tiens Molly ! Bonsoir Miss Marple ! Bon appétit ! Merci ! Elle a vraiment mauvaise lune, vous ne trouvez pas ? Qui Molly ? Effectivement, maintenant que vous me le dites ! Je me demande bien pour quelle raison ! À cause de la mort du Major évidemment ! Ils ont peur que les touristes désertent l'hôtel en apprenant la nouvelle ! Vous savez comment sont les gens ! Et puis il paraît que quelqu'un est allé voir la police ! La police ? Mais pourquoi donc ? C'est aussi ce que j'ai entendu dire ! Et je me demande bien ce qu'ils ont trouvé de suspect ! Au fond, le plus à plaindre c'est Tim ! Cette histoire pourrait bien le mener à la ruine ! Il a placé tout ce qu'il avait dans cet hôtel ! À la ruine ? Ce que je ne saisis pas, c'est que je les croyais associer lui et sa femme ! Mais il est pas possible que j'ai mal compris ou que je me trompe ! Je dis pas qu'elle n'a pas financé l'affaire aussi ! Mais pour ce qui est de l'aide, on repassera ! Bien qu'elle y mette sûrement de la bonne volonté ! Étant donné ses antécédents ! Il me rappelle un peu Penny Livingstone ! La fille de mes voisins ! Elle a commencé à dépérir, à s'évanouir ! Mais on n'a jamais réellement su pourquoi ! Moi, je sais ! Il paraît que... Que c'est la tête ! Chez Penny Livingstone ? Non ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Écoutez-moi ! Après dîner, vous êtes tous conviés une partie de qui ? Une partie de qui ? Je regrette, mais j'ai dû renoncer aux qui ! J'ai les genoux trop fragiles ! Je suis navrée ! Comme c'est dommage ! Mais j'y pense ! Je suis sûr que vous ferez un excellent supporter ! On se retrouve là-bas ! A tout à l'heure ! Et bon appétit ! Bonsoir ! Ça c'est tout, elle ! Il a fallu qu'elle se dépêche de aller acheter le même charlie que Molly ! Je voudrais qu'on écoute nos vacances et qu'on rentre ! Et pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille ? Il s'est passé quelque chose ? Je sais que nous avons tous nos problèmes ! Mais je suis ta meilleure amie ! Et si tu as des ennuis, tu peux te confier à moi ! Tu es très gentille Evelyne, mais de toute façon tu ne peux rien ! Merci ! Écoute Edward ! Je sais que tu as été l'amant de Lucky ! Tu ferais aussi bien de l'admettre ! Et que tu l'aies probablement encore ! Là tu te trompes ! Et pourquoi a-t-elle autant de pouvoir sur toi alors ? Et pourquoi est-ce que tu te laisses faire ? Parce que j'ai... J'ai autrefois fait quelque chose d'affreux ! Et qu'elle le sait ! Mais qu'est-ce que tu as fait de si affreux ! Tu as volé une voiture ! C'est ça ! Commis un meurtre ! Braqué une banque ! Oh Edward ! Je suis sûre que tu n'as jamais rien fait de mal de ta vie ! J'ai contrefait une ordonnance ! À la demande de Lucky ! J'ai imité la signature d'un médecin sur une ordonnance vierge ! Elle m'a dit que c'était pour des pilules de régime ! Au début je n'ai vu que du feu ! Tu comprends ? J'étais fou amoureux d'elle ! Je crois que j'aurais fait n'importe quoi pour elle ! Je ne comprends toujours pas ! Moi non plus à l'époque ! Mais... Après... J'ai compris... Qu'elle s'était... Servie de moi ! Pour assassiner... La première femme de grecque ! Gael ? Elle a empoisonné Gael Dyson ? C'est horrible ! Mais toi tu n'as pas agi délibérément ! Tu l'as dit toi-même ! Mais c'est moi qui ai signé l'ordonnance ! Pas elle ! Et acheté les pilules ! Ce qui fait qu'elle te tient à sa merci en quelque sorte ! T'es vraiment une belle ordure ! Ce dont je suis sûr... C'est que si je ne pars pas d'ici... Je la tuerai ! Non, tu ne dois pas dire ça ! Je suis sûre qu'on peut trouver une solution ! Quelqu'un d'autre est-il au courant ? Je n'en ai aucune espèce d'idée ! J'imagine... Que nous finirons bien par le savoir ! Peut-être est-elle la seule à être au courant ! Ce serait l'idéal ! Tu ne crois pas ? Vous n'auriez pas vu Miss Marple ? On a besoin d'elle pour le tourloi de Fléchette ! Non, je ne l'ai pas vue ! Mais en général, elle est dans le patio à cette heure-ci ! Ah bien, merci ! Stop ! Restez où vous êtes ! Monsieur Raphaël ! Vous avez failli me faire avoir une attaque ! Tim vous cherche ! Je ne sais pas jouer aux Fléchettes ! Alors apprenez ! Je viens de vous faire inscrire au tourloi de Fléchettes et de quilles ! Qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose aussi méchante ? Mais vous êtes vieilles ! Vous devriez jouer au qui ! Je trouve que toutes les vieilles personnes devraient jouer au qui ! Je n'ai jamais entendu une telle sottise ! Je suis parfaitement capable de m'occuper toute seule ! Et vous seriez aussi capable de vous faire assassiner ! Ça fait un moment que je vous observe ! Vous fouinant et scier là, papotant sur un tombadin avec les uns et les autres ! J'ignore ce que vous cherchez, mais ce que vous faites est risqué ! Tout ce que je cherche, c'est à me remémorer une affaire criminelle que le Major m'a rapportée ! Celle de la meurtrière, genre Lucrèce Borgia, jeune, belle, séduisante ! La meurtrière, elle a tué qui ? Son mari, évidemment ! Elle lui a donné un somnifère ! Puis elle l'a balancée par la fenêtre ! Et bien sûr, cette petite garce a fait passer ça pour un suicide ! On a fini par la coincer, elle s'en est bien tirée ! Elle a bénéficié d'un long lieu pour folie, pour non-imputabilité, pour reprendre leur jargon ! Est-ce que le Major vous a montré une photo ? De la meurtrière ? Non ! À présent, vous allez me faire le plaisir de vous tenir tranquille ! Vous n'avez qu'à, je sais pas moi, payer une bonne attaque ou tricoter ! Mon cher, je me tiendrai tranquille si ça me chante ! Et ne vous avisez plus de m'inscrire où que ce soit ! Sinon je m'arrange pour que vous soyez enrôlé dans un club de bronzage pour nudistes ! S'il vous plaît, Madame Kendal ! Madame Kendal ! Oui, John, qu'est-ce que vous voulez ? Ces fleurs, je les mets où ? Quoi ? Les fleurs, madame ! Où dois-je les mettre ? Il me semble que vous pourriez peut-être les mettre sur cette table ! Merci beaucoup, John ! Et pour le bal costumé, je veux que l'orchestre commence à jouer à 20 heures très précises ! Vous voulez bien leur rappeler ? Miguel, je vous ai déjà dit qu'ici, vous ne devez pas enlever votre calot ! C'est une infraction aux règles de l'hygiène ! Mais c'est tout vrai ! Quand je les mets, c'est comme si ma tête était en feu ! Mais vous savez bien que les anciens patrons ont eu plusieurs amendes pour violation de ces règles ! D'ailleurs, si Tim vous surprend sans calot, vous serez renvoyés ! Vous comprenez ? Je suis sûre que vous allez faire sensation à la fête de ce soir ! Ah bon ? J'ai pas tellement l'habitude de me faire coiffer ! Alors, il est temps que ça change ! Si vous voulez mon avis, je crois que Molly est partie pour avoir une dépression nerveuse ! Non, vraiment ? En tant qu'infirmière, je suppose que vous connaissez les symptômes ? Ah oui ! Son frère aussi était un peu fêlé à ce qui paraît ! Figurez-vous qu'un jour en avion, il s'est déshabillé ! Mon Dieu ! En première ou en classe touriste ? Comme je n'ai jamais voyagé en première classe, je me demandais comment ça se passe ! Il me semble qu'on peut se permettre pas mal de choses quand on a de l'argent ! Et sa famille en avait beaucoup ! Sinon Tim ne l'aurait pas épousée ! Vous savez qu'elle sortait avec un autre homme juste avant de connaître Tim ! Un type pas très recommandable, si j'ai bien compris ! C'était hélas assez banal ! Il paraîtrait même que c'était un repris de justice ! Toujours est-il qu'elle n'a pas voulu le présenter à ses parents ! Alors ils lui ont formellement interdit de leur voir ! Plutôt vieux jeu comme réaction, non ? Mais justifié, vous ne croyez pas ? Par chance, c'est à ce moment-là qu'elle a connu Tim ! Ce qui fait que l'autre type a fini aux oubliettes ! Bref, il paraît que ses parents étaient tellement soulagés qu'ils l'ont littéralement inondé d'argent ! Histoire de l'encourager en quelque sorte ! Ou de l'acheter, vous voulez dire ? Peut-être oui ! Je suppose qu'on peut dire ça comme ça ! Et voilà ! Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne sais pas trop ! Je n'ai pas vraiment dans mes habitudes de me coiffer en plumeaux, vous savez ! Vous ne pourriez pas légèrement les aplatir ! C'est parti ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Miss Marple, c'est moi, Evelyne. Vous ne sauriez pas où est Edward? Je crois qu'il est allé chercher un verre, mais je n'en suis pas sûr. Et il est difficile de reconnaître qui que ce soit. D'ailleurs, à quoi vous m'avez reconnue? Dans vos chaussures. Monsieur Dazden, s'il vous plaît. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il est bien à vous, ce flacon? Oui, bien sûr, c'est mon flacon de sérénite. Où l'avez-vous trouvé? Là où on l'avait dit. C'est-à-dire dans la chambre du monsieur. Mais dans la chambre de quel monsieur? Vous savez bien, c'est lui qui est mort. Je pense qu'en ce moment, il doit se retourner dans sa tombe, d'ailleurs. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Bientôt, vous voulez. Je vous rends votre bien. Oui. Oui, oui. Wally? Wally, mais qu'est-ce qui ne va pas? Нет, нет, нет. Но если бы вы не были здесь, вы не были здесь? В 4-5 часов вечера, я не знаю... Я не знаю, что я делал уже два часа. И я находился в отдельном городе. И я даже не помню. И я не помню абсолютно ничего. Но надо увидеть, что у вас есть. Я не знаю, что у вас есть. Но я не знаю, что у вас есть. Но я не знаю, что у вас есть. Но это будет хорошо. Я не знаю, что у вас есть. 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 А у вас есть же у вас есть. И у вас есть, что у вас есть, и у вас есть с мыслью. Молодцы. У вас, что у вас с ними уйдут? Добро пожаловать на наш канал. Дим! 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 Это Виктория. Я думаю, что она умерла. Она умерла. -Уыоооо? Дим! Угу. Д ... Дим! Я думаю, что вы хотели поговорить в Тур-де-роле. Это обслуживание. Это не выживание. Нет, я не хочу, чтобы выслушать. Спасибо. Это невероятно, что эта девочка. Она была милой, мы любим ее. Я думаю, что мне нужно было сделать это. Она минулась в доме, два часа до того, чтобы она не умерла. Это было для меня, чтобы умереться в сиренит. Кто-то вошел в моем чём. Когда вы увидели ее появление? В июня, около 8 дней. Я имею в виду эти флаконы, но я держу еще один. Я использую свою пользу. И вы спросили, что она знала о том, что он появился? Да, она сказала, что она увидела за нашу таблетку в саленке. Она сказала, что она найти ее. Что это донет? Я сказал, что она получила мой флакон. Она заявила, что она увидела в доме. Я не знаю, как он был укреплен, но, по-моему... По-моему, она имеет свою идею? Я не говорю вам. М. Дyson, почему вы не говорите о том, что вы не говорите о том, что вы не выросли? Это не выросло? Это было бы. У нас много людей берут сиренитом для хирургации. Это же не так как дать ласпирин для головы. Тем более, я знаю, мы всегда думали, что смертью был длительным причинам. Если мы говорили о том, что я бы сказал, Продолжение следует. Извините. Что такое? Я... я что-то говорю. Она умерла Мадам Кендалл, и она умерла. Вы говорите, что Мадам Кендалл умерла? Она умерла в саду и она была в дом. Какой странный. Она никогда не успел. Если умерла Мадам Кендалл, Секретно. У вас появилась в линии-зап. Она открывает деманкеталл. Она умерла в воду. Она, я видела непредкагузил. И она расскажет о принятой. Она сделает мне умерла в церкви. Много алькулта. Нет, я не хотел бы. Я так сказал, что меня нет. Да, но я не уверен, что у тебя есть, и я не уверен, что у тебя есть. Не волнуйтесь, мадам Киндал, но я несколько вопросов. Вы можете идти, я чувствую себя лучше. Я понял, что вы выходите на вечеринку. Вы пришли кушать? Кушать? Почему я пришла? А вы увидите, что у вас был в свой кушать, в какой-то момент, в начале вечера. И я спросила, что у вас был до ночи? Ну, я не помню. А что это было раньше, я думаю, я принялся. И у нас есть, в целом, у меня нету, и у вас есть из кушать? И вы не помните, что вы держите? Не знаю почему я держите, но... Я не знаю, но я не знаю. Мне верно было, наверное, держите. И вы любите эту девушку? Виктория, вы были счастливы с ее работой? Да, Виктория была очень милая и хорошая. Вы, она меняет. Я не могу, Виктория, если вы хотите вовремя. Я не могу сделать это. Вы были сон с вами, когда вы приехали. Мы сделали ваши импульсы на армии. Я ничего не знаю, я жюю. Кто-то пытается мне приколить этот мёртвый, а я не могу. Это возможно, да. Спасибо. Вы были очень кооперативные. Мы вернемся к нам. Доброе утро, мадам Kendall. Доброе утро, мадам Kendall. Если мы хотим, я мог бы сделать это недавно. Доброе утро, мадам Kendall. В начале, вы увидели мадам Kendall. Я не знал, что я не знал. Я думаю, что я вам предупреждал. Это не важно. Мы проведем мадам Kendall. Реальность этой мадам был дуфлюратил карбазол. Я думаю, что я не знал, это неудачно, это неудачно, что это неудачно, а у них у нас неудачно. Я думаю, что я берусь. Будьте внимательны, что я боюсь. Артур, где он еще был? Он никогда не нужен! Не надо говорить, я пойду. Я кричу, если я хочу. Не кричай ниже, не леверай мне, чтобы помочь. Что вы хотите? Я вернусь, когда вы будете более счастливы. Я чувствую очень счастливы. Рут не должен быть в голове. Я додумаю прекрасно. Как это здорово. Мы можем поговорить, если вы не кричите. Мы вернемся. Поверьте. Я искал меня. Я не знаю, что я не могу. Мы посмотрим, что она не может быть в лодке. Пожалуйста. Спасибо. Я решила. Мы должны присоединиться. И так быстро. Он был уничтожен. Капитэн Д'Авентрии сказал он. Я не думаю. Я уверен, что у него был боливер. Да, кто-то делает много стихи, но он не мог бы убить его. Я уверен, что Виктория знала. Но это очень важно, М. Рафиль. И мы можем перейти к этой истории. В истории о том, что он был в своем мере. Я ошибаюсь. Я ошибаюсь, но вы меня не ошиблись. с их шишей, и все с их шишей. Я не любит ничего, чем кричать. Вы не будете решать? Нет, я вас слушаю. Мы должны знать, что мы можем узнать, что он пустил мертвец к своему мертвецу. Он рассказывает историю, что он ему рассказал. Он показывает, и не имеет значения в том, где она была была. Это невозможно сделать кое-каке. Особенно что в истории она-мемыртит. Почему бы он уничтожил этот убийцу? Я не думал, но вы вернулись. Он мог бы быть виноватым. Никто не мог бы уничтожить Палгреву, и он мог бы убить его. Почему бы он уничтожил Палгреву? Это не полезно. Да, я тоже думал. И до сегодня, я не мог бы убить. Возможно, я не ошибаюсь, конечно. Вы будете делать небольшое кино. Вы знаете куда-то речь. В этой ситуации может быть, что у нас есть автомобиль. Если... 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 Что? Если... Что? Вы хотите сказать, что у меня было много времени? Да. Я думаю, что Виктория и Виктория были уничтожены только для того, чтобы что-то вопрос. И я должен помнить, что я не имею в виду. Вы понимаете, мы должны знать, где вы идете. Важно, у нас есть, но только для того, что мы с вами можем снять. Да, что Капитэн Девантри был очень четвертым. Мы должны быть нарушены. Да, и, извините, Продолжение следует... Сесть клиентов, не менее, они уничтожили их зарплаты. В этом доме будет закрыть до конца недели. Это моя ошибка. Это моя ошибка. Нет, ты ничего не спрашиваешь. Просто... Я не знаю. Я не понимаю, что происходит. Кто хочет? Это глупо. Я знаю, я уверен. Я уверен. Я не помню, где я была, но я не знаю, как я улетел. Не начинай, Молли. Я знаю, что ты ничего не делаешь. Но кто сделал это? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Он директлира, он дезертили. Не пускаю, я не хочу жить с ней. Рут и я уже удачу, но мы будем вместе. Я не хочу пить с вами, и не против меня, для Бога! Как вы хотите. Я должен быть очень красивым, чтобы мы поговорим. Да, очень красивым? Что вы знаете о Jackson? Нет ничего, я думаю. Он был врачом и он умер. В результате с ускорблением. Результат, но достаточно, чтобы не забыли и уйдеть. Я думаю, что это идеал для кого-то. М. Рафил? Мисс Марпл? Я думаю, что я буду гримасеть, я буду ревать на уши. Я не могу поддержать этого. Это не для того, чтобы он был мертвец. Немного здесь нет. Немного здесь нет. Вы, конечно. Он имеет две вещи. Первое, он использует... ...серенит, доступен и доступен. Это будет слишком очевидно. Как у него вверх. Я не думаю, что он вверх. Второе, что он против него? Он был в первую очередь, и он был в доме. И я слышал, что он был в стране. Это было бы я думаю. Думаю, что он был вновь, чтобы он был вновь. А Lucky может быть еще... Я могу вас помочь? Нет! Все, в этом случае. В этом случае, я думаю, что я буду работать на Грэг. Почему вы делаете это? Я не думаю, что я джону с уроками. Но как вы думаете, если мы не говорим о человеке? И еще, я не понимаю, как мы не понимаем, что мы не понимаем. Мы не понимаем, что мы не понимаем, что мы не понимаем. Или кто-то может быть преступлением, вы понимаете? И Линдонс, как и другие, конечно. Луи, как и другие? По моему мнению, я пойду на Линдонс. Вы понимаете, что происходит? Вы понимаете, что происходит? Вы не понимаете? Я заметил. Но я не думаю, что это не так просто. Я думаю, что Эвелин не может быть. Мисс Марпел, как вы делаете? Мисс Марпел, как и другие. Вы увидите Молли? Мы должны быть здесь. Да, вот здесь. Нет, это Луки. Да, правильно. Вы имеете в виду Молли. Они с другой стороны. Они с другой стороны. Да, но в Луки, это не так же. Это не перуков? Нет. Она с другой стороны. Она была в виду Молли. Она была решена, что она решила сделать. Как для луи. Она всегда будет в победу с другой стороны. Вы не заметили? Нет, это не было. Но интересно, что вы заметили. Мне нравится. Какая шансная семья. Вы можете начать бы с претензирование? Что вы думаете, мисс Марпел? Мисс Марпел? Это не право. Но он обеспит меня. Это патрик. Мне запрещается, что я даже не могу. Я не могу даже посмотреть. Я не знаю. Я сомневаюсь. И вы? Как вы? Эвелин? Грег? Я боюсь, что у нас нет ни на это. Я вижу. Может быть, еще раз. Как это было. Это было очень тяжело. Конечно. Нет! 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 Все, что я хочу сказать, все, что я хочу сказать, все, что я хочу сказать. Вы знаете, что вы уже знаете, что вы уже знаете. Как это? Я иду в моем прогрессе! Что вы, Антон? Это вы, вы, вы. КОНЕЦ 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 ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что это такое, Молли? Рут и партия, я не знаю, и никто не хочет мне сказать что-то. Я не знаю, я знаю, что это связано, но мне это поверить. Умного рождения? Не вы не забывайте, но Молли, сейчас она вне логика. В vérité, я хотел бы поговорить о том, что... Вы знаете, криминал? Да, криминал, и влезобно, не криминал. Майор не было лишь убийства, что я знаю. Я должен сказать, что я не был очень внимательный, что-то. Не так, потому что вы помните, мальчик, он был шик для рассказать историю, и очень очень passionненно. Но это же время, когда я трикотал, вдруг у меня плотная плотная, и она сняла. Я вспомнил, что он говорил о другом, когда он снялся на фотографии. Он сказал, что я полностью забывал всю эту историю. Очень красивая женщина. И это тогда, когда он увидел фотографию, и он сказал, что он сказал, что вы хотите посмотреть на фотографии? Я не знаю, если он изменился, когда я нашла плотная плотная плотная, но это может быть она, что он сказал. Да, Лукрес-Бургия. Да, да. Я не знаю, что это не так, но я думаю, что ваш первый движение был, мисс Марпл. Надо всегда быть первым. Может быть, вы правы. Это трюбленный и деморализм. Постой-бургий. Пошли. Нет. Повторяйте, пока не так. Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Je n'y suis pour rien. Je vous en prie, il faut me croire. J'avais un instant de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voulez bien garder le corps jusqu'à l'arrivée de la police. Excusez-moi. Oh oui, il faut qu'on agisse le plus rapidement possible. J'aurais dû me douter dès le début de ce qui allait se passer. C'était si simple. Mais qu'est-ce qui était si simple ? Vous devez me faire confiance, j'ai besoin de votre aide. Lucky a été assassiné et Molly a disparu à nouveau. Molly, mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette histoire ? Absolument tout. J'étais près de l'étang. L'étang à poisson. Oui, il y avait quelque chose qui flottait, c'était le corps de quelqu'un. J'ai pris peur et je me suis enfuie. C'était Lucky. Quelqu'un l'a tué, Molly. Je ne l'ai pas tué, je te le jure, Tim. Je ne l'ai pas tué. Je m'en souviendrai quand même si c'était moi qui avais fait ça. Tu en es sûre ? Molly, c'est important. Est-ce que tu en es absolument certaine ? Non. Non ! Je ne sais plus quoi penser. Je suis incapable de comprendre ce qui m'arrive. Non, 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 non ! Pas dans son, c'est impossible. Tournez-moi de l'autre côté. Attendez. Arthur, je suis tombé. Soulevez-le. Molly, tiens, bois sa chambre. Это будет помогать. Я не могу. Поехали. 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 Что вы делаете? Поехали, М. Рафиль. Поехали. Что это значит? Эвелина видит Молли. Вот так вот. Правильно, вы знаете. Нужно поверить на первые intuitions. Возможно, когда мы анализируем на данный момент, мы найдем вещество от барбитурик. Их делаем, как и так же, как и так же, как и так же. Он рассказал мне две вещи очень похожи. И он показал мне и он показал фотографии. Когда что-то лето решает. Я не мог понять, что он не мог сказать, что это было. Один из вас был враг. Он удивлялся и умерли, что он был вещественной что он был вещественной Возвращение, который был виноват, он был виноват. Мы дали ему фотографию, и это вы, вы! Что вы будете искать? Возвращение, он был избавлен от Victoria, потому что она увидела его в Бингалоте Дайзен, в обморке Сиренит. Когда он понял, что он был виноват, он был виноват в том, чтобы его убили. Потому что он был виноват, потому что он был виноват. Это единственное объяснение! Нет, это не правда! Нет, 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 нет! Тим, что вы не сможете уничтожить! Это ужасная девушка, это Молли, честная девушка, и я знаю, что вы не сможете... Вы не сможете... Вы не сможете... Вы не сможете... Это вы, что я должен тебя убить! Это, конечно. Что происходит еще? Поехали! Я боюсь, что вы должны быть ответственным в том, Arthur. Вы же сказали, что М. Раппиле хотели оставить Рут Волтерс маленький счастлив. Да, я бы лучше меня теряю. Я думаю, что Тим Кэндалл был правильный претендент Молли. В какой-то момент, он может быть так, что этот персонаж потерялся. Как они не видели Молли, он легко вернулся на сцену, и, в результате, он может быть виноватым. Он может быть виноватым. И когда Молли начался, он был виноватым, и он выбрал Рут. И я думаю, что если его план закончился, он мог вернуть, он мог вернуть на земле. Он почти пришел Молли. Он был виноватым, и он был виноватым. Он был виноватым, и он был виноватым. Но почему он потерял Рут Волтерс? Он был виноватым. Он был виноватым, и он был виноватым. Он сказал Молли и он был виноватым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok